Моя рекомендованная работа называется серия походов на кастинальные косметические продукции для волос. Я провела подготовку на декабрь, в том числе, что конкуренция очень высока. И с консеренцией мне нужно было выделить свой продукт, сделать его привлекательным, приятным, надежным видом, и сделать продукцию более доступной. Состоянная работа идет разработка логотипа, дизайна, цветового решения походов для косметических продукций для волос. Серия состоит из трех составляющих средств для окрашивания волос, средств для окрашивания волос, средств для ухода за волосами и укладочные средства. Так как эта линия рассчитана не только для салонов, но и на продажу специализированных магазинов, то все удобства объемы упаковки соблюдены. Красители имеют стандартный обзор 60 миллилитров, по стадии марксида 1 литр и 60 миллилитров. Литровые салоны идут, удобства для работы мастера, а 60 миллилитров в продаже магазина для домашнего использования. Шампунь и бальзана также имеют разный объем, 1 литр салоны и 250 миллилитров в продаже магазина. Что касаемо маски для волос, пинки, гелия и лака, то они все одного объема, что салоны, что и магазины. Маска имеет объем 2,50 миллилитров, гелия и лакпенка по 150 миллилитров. Для редизайна были выбраны пластичные линии эмотирующие ткань шелка, которые одевают упаковку, что с ним инклюзируют об уходе бедности этой косметики. Волосы становятся как желтые. При разработке логотипа мы старались установить эту пластичность из него. Цветовое решение было выбрано с точки зрения психологии людей. Так, кормальные красители и оксиды имеют основной темный фон и желтые линии. Желтый цвет – самый счастливый цвет спектра. Он отстворяет тепло, оптимизм и жизнерадостность. Отец потом говорит о стойкости этого красителя. Тонирующий краситель имеет голубой фон, что говорит о легкости и беженстве. Цветы по уходу за волосами – постельный зеленый цвет. Это цвет успокаивающий и расслабляющий, что и необходимо для ухода за волосами. И укладочные средства по кормленному цвету, чтобы выражать власть, страсть, чувственность и роскошь. Вся информация о продукте, сроке и угодности, мер предосторожности на обратной стороне упаковки. Для технологии печати, для печати на упаковке, для красителей, а также для красителей используется плотная бумага. И способ нанесения – абсцентная печать. Нанесение изображения на металлический тюбик производится с помощью сублимации. Это нанесение по металлу. И нанесение изображений на шарпунь и бальзамов используется лазерный комплекс. И также на больших оксидах используется мелодная самоклейка. И способ нанесения печати на нее уже осветный. Остальные задачи в сфере упаковки в целях с мастерами с мастерами с мастерами с мастерами с мастерами с мастерами. Такой проект выделялся на фоне бутылейших. Спасибо. 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 Спасибо.